Музыка За последние несколько лет я заметил, что в нашем городе стали часто пропадать люди. Раньше я практически не замечал объявления о розыске, но теперь их нельзя было не заметить. На каждой доске объявлений висело по несколько листовок с фотографией человека, и ярко-красной подписью «Пропал человек». Еще несколько месяцев назад эти объявления не вызывали у меня никаких чувств, но может быть небольшое сочувствие, но теперь страх и скорбь повладают мной при виде этих листовок. Я знаю причину всех этих пропаж, и к моей великой скорби я знаю, что никто из этих людей уже никогда не вернется назад. Сейчас, возвращаясь в свои памяти на несколько месяцев назад, я начинаю видеть связь между, казалось бы, не связанными событиями. Началось это все со странного поведения некоторых людей. Часто я стал замечать, что люди стали напевать какую-то мелодию с веселым выражением на своих лицах. Конечно, в этом, на первый взгляд, ничего особо странного нет. Людям весело, они счастливы, вот и ходят припеваючи. Но тут надо указать на два важных факта. Во-первых, с счастливыми лицами в нашем городе мало кто ходит. В нашем проклятом городе обычно царит унылая атмосфера. Солнце появляется раз в году, дожди бывают по несколько раз на неделю, да еще к тому же город стоит на берегу залива, что впадает в океан, поэтому не редкие туманы. Такой климат убьют веселье в любом счастливчике. Для нас, жителей, было уже не классным стандартом ходить по улицам с грустной миной, а веселость на лицах воспринималась чуть ли не как нарушение приличий. Еще одна странность. Все люди напевали всегда одну и ту же мелодию. Сначала я решил, что это какой-то новый хит, но нигде, ни по радио, ни по телевизору, ни в интернете я не услышал этой мелодии. Я не слышал ее нигде, кроме улиц, где ее напевали корожане. Именно с этой мелодией связаны все те пропажи людей. Однажды мне довелось стать свидетелем одной из таких пропаж, хотя тогда я еще не знал о реальной причине случившегося. Тогда я ушел вдоль набережной и возвращаюсь с работы домой. Погода, как всегда, была печальная, но, к счастью, не было дождя. Я уже собирался свернуть с набережной, как вдруг услышал нежный женский голос, напевавший эту самую мелодию. Я бросил взгляд в сторону, откуда шел звук. Я увидел, что недалеко от ограждения молодая девушка танцует в такт мелодии, которую сама и напевает. Вокруг нее столпили зеваки и бросали ей под ноги деньги. Видимо, девушка своими танцами зарабатывала себе на жизнь. Этот танец не показался мне достойного внимания, и я пошел дальше. Вечером, а вернее уже ночью, я бесцельно сидел в интернете, попивая чай. Спать не хотелось вовсе, а чем занять себя, я не знал. Часто меня беспокоила бессонница, и в эту ночь она, видимо, решила вновь навести мне визит. Я глянул на часы. Три часа ночи. Мысленно поблагодаря всех бабушек за то, что сегодня пятница, я решил, что нужно лишь спать. Но сначала пойти про ветры, за чтобы легче заснуть. Я оделся и двинулся к набережной, той самой, где этим вечером танцевала девушка. Как же я удивился, увидев, что она все еще танцует. За ее танцем уже никто давно не наблюдал, а она все еще плясала, напевая эту мелодию. Но танец ее стал быстрее и безумнее, а мелодия яростнее и кромче. Я подошел к ней поближе, и увидел, что блаженная улыбка сошла с ее лица, уступив место крема с ужаса. Ее конечности тряслись от усталости. Видимо, девушка танцевала без остановки весь день. Я подошел к ней и спросил, нужна ли ей помощь. Но она не ответила, а лишь продолжила свой сумасшедший танец, который все ускорялся. Я не понимал, как она еще не свалилась от усталости. Движения девушки становились сложнее и стали походить на гимнастические трюки. Она сгибалась пополам, становилась на мостик, запрокидывала ногу за голову, и при каждом таком движении я различал резкие предболи сквозь напеваемую мелодию. Решив, что если я ее не остановлю, то она переломает себя костью и умрет от боли и истощения. Я протянул руки, чтобы схватить ее, но она вывернулась, и подобно рыбе, выскользующей из рук поймавшего ее рыбака, перепрыгнула через ограждение и скрылась в черных водах. Все произошло так быстро, что я не сразу осознал, что случилось. Когда я перегнулся через ограждение и попытался вглядеться в воду, то не увидел там ничего. Девушка пропала. Я пребывал после этого в небольшом шоке, но быстро оправился и решил, что это просто городская сумасшедшая. Я не стал заявлять о случившемся в полицию, потому что боялся, что меня превратят в главного подозреваемого и в конце концов осудят за убийство. После этого случая, каждый раз, когда я слышал вновь ту самую мелодию, в моей голове всплывал опять образ той девушки, танцующей свой безумный танец, и небольшой холодок пробегал по моей спине. Вскоре произошел следующий случай, связанный с этой странной музыкой. Я и один мой хороший приятель прогуливались по городу, как вдруг он начал мочать себе под нос эту мелодию. Я немного испугался, но во мне заиграл интерес, и я спросил, «Что за мелодия?» «Не знаю», — ответил он. «Да ладно, я ее сейчас часто слышу, много кто напевает, но я никак не могу узнать, откуда эта мелодия». «Я тоже не знаю, присыпел и саделаться от нее не могу, а где слышал, не помню». Его ответ показался мне странным, но не более того. Но то, что он сказал через несколько дней, меня испугало. Тогда мы сидели на скамейке на пляже, обычно пляж в это время года бывает пустым, но сейчас тут было человек двадцать. Все они сидели на песке и смотрели куда-то вдаль. Пока я что-то рассказывал, мой друг молчал и смотрел куда-то за горизонт. «Что ты там высматриваешь?» Спросил я его. «Любуюсь», — ответил он. И голос его звучал так, будто он говорит о предмете невиданной красоты. «Чем?» «Океаном». Я посмотрел на залив. Волны накатывали на берег, разбивались на множество мелких капелек. На фоне серого неба летали чайки. «Ничего особенного, на мой взгляд», — сказал я. «Нет, ты не видишь. Не слышишь. Не слышу что?» «Музыку. Музыку океана. Это... Это прекрасно. Я никогда не слышал ничего более изящного, тонкого, чувственного. Эта музыка будоражит меня всего. Это прекраснее, чем пение соловьев теплой юнской ночью. Это прекраснее, чем вся музыка мира. Ни один композитор никогда не сумел бы создать мелодию, которая обладала бы десятой частью красоты той, что я слышу. Я сидел, мягко говоря, в удивлении. Мой друг никогда не был склонен к такой поэтичности. Дэвид его меня немного напугал. Его взгляд был направлен в сторону залива, но его глаза были пустыми. Его лицо выражало полное умиротворение и блаженство. Казалось, что если сейчас рядом взорвется ядерная бомба, он этого даже не заметит. Неожиданно он подскочил, подбежал к воде и опустился на колени. Я подошел к нему и увидел, как он нежно гладит воду, словно прикасается к любовнице. И затем он сказал, «Когда-нибудь ты тоже это услышишь, и тогда ты поймешь, как прекрасно звучит вода». Он замолчал и начал напевать надоевшую мне мелодию. Смотря тогда на него, гладящего с безумным взглядом воду, я вовсе не хотел понимать музыку воды. Тогда я видел его в последний раз. В тот день он отказался уходить, и я решил его оставить. Думал, замерзнет и вернется домой. Но домой он так и не вернулся. Он не отвечал на звонки, не появлялся в сети. Спустя несколько дней после нашей с ним последней встречи, мне позвонила его девушка и спросила, не знаю ли я, где он. Я ответил, что нет. Но где-то в глубине моего сознания я понимал, что знаю. Я хотел разубедиться в своих опасениях, поэтому стал присматриваться к тем, кто напевал эту жуткую мелодию. Я запомнил лица этих людей, и всеми фибрами своей души желал не увидеть их на разыскных плакатах. Какой же ужас я испытывал, когда вопреки моему желанию я видел фотографии этих людей и кроваво-красную подпись под ними. Пропал человек. Я решил, что если я не хочу в один день оказаться среди этих несчастных, то я должен уехать из города. Моя ближайшая родня – моя сестра, которая вместе с мужем уехала из нашего родного города. Теперь они жили в сутках езды на поезде. Я хотел переехать в тот город и временно пожить у сестры, пока не найду работу и отдельную квартиру. Когда я собирался набрать ее номер, телефон в моей руке зазвонил. Нехорошее чувство появилось у меня, когда на дисплее высветился номер моей сестры. «Да?» – ответил я. «Привет, братишка!» Я давно не слышал ее голоса. Он звучал ярко и весело. Люди всегда становятся веселее, когда уезжают из нашего города. Мы поболтали с ней немного о наших делах, а затем она пришла к сути своего звонка. «Слушай, я тут решила к тебе наведаться. Ты не против?» Я был ошарашен, ведь я сам хотел переехать к ней. «Ээээ, ты уверена, что хочешь? Ведь ты помнишь, какая в этом городе погода?» «Помню, помню. Но ведь это наш родной город. Мы давно не виделись. Да и я соскучилась по нашему городу. Что-то захотелось вновь погулять по его берегам, полюбоваться его водами». Мне стало страшно. Голос, которым она произносила последние слова, был похож по интонации на голос моего друга, что кредило музыки воды. «Знаешь, а я как раз хотел сам к тебе приехать. Мне в твоем городе предложили работу». «Соврал я». «Тогда давай сначала я к тебе приеду, а потом мы вместе поедем ко мне. У меня есть машина, так что не нужно будет тебе трястись в огонь из кучи народа». «Но...» «И не пытайся меня отговорить. Я хочу повидать этот город и послушать музыку океана. Все, до встречи. Позвоню перед выездом». Короткие гудки отдавали сеху в моей голове. «Музыка океана». Самые ужасные слова, которые я мог услышать. После этого звонка я понял, что океан меня не отпустит. Он не отпустит никого из жителей нашего города. Это музыка, что напевают люди и манит их в воду. Они уходят в залив и пропадают в его водах навсегда. Что странно, я ни разу не слышал сообщения об утопленниках. Люди просто уходят в воду и будто растворяются. Звонок сестры дал мне понять, что океану нужен каждый житель этого города. Никто и никогда не сможет укрыться от его музыки. Только мягкие стены, палаты, психбольницы спасут меня от ужасного влияния этой музыки. Теперь каждый день моей оставшейся жизни я буду жить в мучительном ожидании момента, когда я слышу эту девойскую музыку. И она сведет меня с ума. И я захочу слиться с бескрайними водами океана. Сейчас я любуюсь им из окна. Как прекрасен он этим вечером. Субтитры создавал DimaTorzok